За 13 годов Гомельский экономичный форум прошел шлях от невеликого регионального мероприемства до головного делового схода по дневному сходу в области Беларуси, сегодня не только открывая новые максимумы для инвесторов, а и позволяя интегрировать Гомельщину в сусветную экономику. Италия работает, работает на бывшем постсоветском пространстве, на европейском регионе, в различных государствах, но мы, говорит, видим с учетом последних событий, что здесь возможностей и ресурсов считаем гораздо больше. Сироту денег у 13-го Гомельского экономичного форума, представники России, Украины, Словакии, Италии, Австрии, Ирландии, Хорватии, сирот стратегичных партнеров, китайские компании. Опущенный час нашей краины повеличивает масштабы сопротивления и Гомельская область не выключением. Делегация с Урской корпорацией в эти дни знакомятся с перепротивленными предприемствами региона. В первую чергу их цикавить поставки яловичины, але это только початок реализации великих планов. Для нас не только закупка замороженной ковядины, но главная цель – это создать совместные предприятия или другие инвестиции в Комельской области. Все это удельникам форума пропоновали больше 150 инвестпроектов. При этом организаторы подкресливают, якось этих проектов постоянно повышается, что в свою чергу дозволяя выкористовывать инвестиции больше эффективно, открывать новые вытворчасти и створать працованные места. До речи, зараз на территории Гомельской области працуют больше 300 предприемцев за межным капиталом. И такая лишьба за опущенные 5 годов в экономику региона притягнута свыше 5 миллиардов долларов. После 13-го экономичного форума эта лишьба повеличится. По опущенные годы Гомельский экономичный форум возначался своей масштабностью, но сегодня он стал самым великим за всю историю его проведения. 29 крейт и больше 600 удельников, причем это не гости, а потенциальные деловые партнеры. Бодай головная подея на пленарном посаджении – подписание протоколов об реализации 11 инвестпроектов, терут запланованного, бодовництво щебневого завода у Леческем районе, фотоэлектричных станций на Наравлянщине, вытворчестве вискозного волокна у Святогорску, шмат функционального логистично-делового центра у Реческем районе и навык сучасные залы чеканнёв с наявностью системы электронной чархи для транспортных сроков на одном из пограничных пунктов пропуску. Обгольный кошт плануемых инвестиций – 300 млн долларов. Это самый высокий показатель или результат, который мы имеем на протяжении 13 лет. И приятно отметить еще раз, что с каждым годом количество и сумма растет. Поэтому мы видим, что этот форум приносит реальные дивиденды для развития экономики Гомельской области.